Атлантич Чаунчилл, США Несовершенный план по урегулированию конфликта на Украине перекликается с аргументами Кремля Атлантич Чаунчилл, США 17 февраля 2020 года Группа авторитетных бывших американских, европейских и российских правительственных чиновников и экспертов из аналитических центров воспользовалась Мюнхенской конференцией по безопасности, чтобы выступить с заявлением, в котором она рекомендовала 12 шагов для укрепления безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе Позже текст 12 пунктов был удален с сайта конференции за возмущение украинской стороны, прим.ред В течение нескольких лет Кремль стремится поменять ход дискуссии по Украине, и его представители, несомненно, попытаются в очередной раз воспользоваться удобной возможностью в Мюнхене В ответ на это 26 бывших американских дипломатов, правительственных чиновников и экспертов решили указать на их ошибки Большинство из тех 12 шагов, которые были рекомендованы группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности при условии, что все стороны будут добросовестно их выполнять, являются конструктивными могут способствовать укреплению доверия и смягчить те трудности и страдания, которые испытывают люди, живущие в оккупированном Донбассе и рядом с ним Но некоторых из этих шагов вызывают сомнения К примеру, два шага из 12 перекликаются с предложениями Кремля на переговорах и с распространяемой им дезинформацией Что еще важнее, в этом документе описывается процесс решения проблемы на условиях, которые выгодны Кремлю Вероятно, это необходимо, чтобы убедить представителей российской элиты подписать этот документ Учредители и члены группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, подписавшие этот документ, обрисовали главную проблему в самом первом предложении Конфликт на Украине и связанный с ним всплеск насилия Однако такое описание не отражает истоков этой проблемы и, соответственно, мешает найти подходящее решение Конфликт на Украине и связанный с ним всплеск насилия начались, когда российские военные, в форме российских вооруженных сил, но без опознавательных знаков, захватили украинский и крымский полуостров После чего Москва аннексировала его Затем Москва развязала гибридную войну в Донбассе, и использовала свою гигантскую машину для распространения дезинформации, чтобы представить этот конфликт в качестве украинской гражданской войны Без приказов Кремля, без его финансирования, оружия, в том числе тяжелого оружия, боеприпасов и, в некоторых случаях, вмешательства российских регулярных войск Никакого конфликта и связанного с ним всплеска населения было бы Коротко говоря, проблема, которую необходимо решить, это агрессия Москвы и на Украине И для этого необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, начиная с Донбасса В более широком смысле задача заключается в том, чтобы убедить Москву, что у нее нет права диктовать политику своим соседям Авторы этого документа совершенно правы в том, что положить конец войне Кремля против Украины можно только посредством политического урегулирования Однако для этого требуется честная оценка военной обстановки, а также политики и целей всех сторон Москва не скрывает свои цели Высокопоставленные российские чиновники заявляют, что у них должна быть их сфера влияния и что ради достижения этой цели они будут использовать все имеющиеся у них средства, включая военную силу С первых дней после распада Советского Союза Москва использовала внутренние разногласия в странах так называемого ближнего зарубежья Чтобы оказывать влияние на правительство в Кишиневе, Баку, Тбилиси и Ереване посредством замороженных конфликтов в сепаратистских регионах Когда относительно сдержанные методы переставали работать, Москва использовала свои регулярные войска Как это случилось в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году, чтобы помешать этим странам восстановить полный суверенитет и целостность их территорий В общем и целом, Запад позволял Москве вести такую враждебную по отношению к ее соседям политику до 2014 года, когда Москва развернула свою агрессивную кампанию на Украине Тогда, к удивлению Москвы, Запад начал принимать ответные меры Он исключил Россию из большой восьмерки, ввел жесткие экономические санкции и начал поставлять оружие на Украину, а также проводить подготовку украинских солдат Все эти шаги, которые, с точки зрения Москвы, усиливают международную напряженность, на самом деле являются условиями для решения той проблемы безопасности, которая угрожает Украине и Европе Украине необходимо укрепить свою армию, чтобы добиться приемлемых условий регулирования конфликта Неточности в описании проблемы в заявлении группы лидеров приводят к попуре из рекомендаций Большинство из них являются вполне конструктивными, могут способствовать укреплению доверия и смягчить те трудности и страдания, которые российско-украинский конфликт навлек на жителей Донбасса Вполне возможно, именно поэтому некоторые эксперты подписали этот документ Но другие рекомендации вызывают сомнения и даже перекликаются с тактическими предложениями и пропагандой Кремля Они могут создать такую обстановку, в которой западным политикам будет проще смягчить санкции, которые до настоящего момента помогали ограничивать амбиции Кремля на Украине Сами по себе эти рекомендации не приведут к урегулированию ситуации в Донбассе и не помогут укрепить безопасность в Европе Давайте рассмотрим эти сомнительные рекомендации В шаге под номером 7 рекомендуется изучить возможность создания зон свободной торговли между Украиной, Евросоюзом и Россией Будет ли это работать, непонятно Украина хотела подписать с Евросоюзом глубокие всеобъемлющие соглашения о свободной торговле Дея Пантчем Принсиве Фрейд Ради Агреемент Чфта, а также соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом ЕАЭС Москва настаивала, чтобы вместо этого Украина вступила в таможенный союз ЕАЭС Но Украина не могла этого сделать, потому что ЕАЭС – это такой таможенный союз Участие в котором помешало бы Киеву подписать Чфта Эта рекомендация может стать полезным шагом вперед при условии, что Москва теперь готова согласиться на такой договор между Украиной и ЕАЭС Который бы не требовал от Киева отказаться от подписания Чфта с Евросоюзом В восьмой рекомендации заложена продвигаемая Кремлем идея о частичном смягчении санкционного режима в обмен на частичное выполнение условий Минских соглашений В ней проигнорирован тот факт, что самым важным элементом Минских соглашений является прекращение огня Которое может произойти уже завтра в том случае, если Москва отдаст соответствующий приказ своим офицерам и ставленникам в Донбассе Более того, выполнение этой рекомендации поставит крест на идее Евросоюза о том, что Москва должна выполнить все условия Минских соглашений Если она хочет, чтобы санкции были сняты В этой рекомендации не учитывается тот факт, что санкции, которые были введены против Кремля в ответ на его агрессию на Украине, помогли Киеву добиться ничьей в его борьбе с Москвой Ситуация с безопасностью на Украине и в Европе в целом пострадает, если антироссийские санкции будут смягчены до того, как Кремль прекратит оккупацию Донбасса, а Украина вновь получит контроль над своими границами Рекомендация под номером 11 призывает к избирательному взаимодействию между Евросоюзом и Россией, в том числе поддерживая выполнение Минских соглашений Есть несколько вопросов касательно того, в каких случаях такое взаимодействие оправдано, учитывая нынешнюю напряженность Между тем принятие других мер, призванных способствовать восстановлению бизнеса, должно зависеть от выполнения требований Минских соглашений Такое взаимодействие не должно привести к преждевременной отмене санкций Евросоюза Рекомендация под номером 12, в которой содержится призыв к новому национальному диалогу по проблемам идентичности, это завуалированная попытка вмешаться во внутреннее дело Украины Это стало отражением распространяемого Москвой мема о расколе на Украине, который привел к началу гражданской войны в Донбассе В реальности исторические разногласия на Украине в значительной мере сгладились за 30 лет независимости Украины, особенно за 6 лет с момента аннексии Крыма Россией Среди тех, кто боролся с сепаратистами в Донбассе, было много русскоязычных украинцев, и агрессия президента Путина сделала его отцом новой национальной гордости на Украине Содержащийся в шаге под номером 12 призыв дать России возможность принять участие в национальном диалоге на Украине просто поражает своим неуважением к той стране, на территорию которой Россия вторглась Польша была другом Украины, а Венгрия – нет, но Украине вообще не нужно обсуждать свою идентичность с кем бы то ни было Ее можно попросить придерживаться международных стандартов и стандартов организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно защиты прав человека И на это она уже согласилась, однако к ней нельзя относиться как к неполноценной стране, которая нам предстает в рекомендации под номером 12 Каким интересом Запада это может служить? Это возвращает нас к рекомендации под номером 10, которая призывает к новому диалогу между странами Евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности Разумеется, у нас уже есть международные соглашения, подписанные Москвой и разработанные для сохранения мира, безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами Хельсинкский заключительный акт 1975 и Парижская хартия 1990 Москва неоднократно нарушала эти соглашения, которые должны гарантировать суверенитет и территориальную целостность подписавших их стран Начало такого диалога может стать уступкой Запада Москве Но Вашингтон и другие западные столицы не должны забывать, что идеал Кремля – это Илтинская конференция, которая совсем недавно исполнилась 75 лет Озвученные на той конференции блестящие идеи и расплывчатые обязательства не помешали Москве навязывать свою волю своим восточноевропейским соседям в течение более 40 лет Если западные участники этого нового диалога стремятся получить конкретные обещания и прочертить четкие красные линии, подкрепленные экономической и военной мощью, такой диалог может оказаться полезным в тот момент, когда Кремль наконец решит положить конец своей безуспешной агрессии на Украине Такой диалог не должен придавать силы кремлевским ястребам, которые все еще стремятся оказывать влияние на Украину Этот ответ на обращение группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности подписали Майкл Абрамовиц, Мичель Абрамовиц, президент организации Фриеда Моуси Ян Бжезинский, Иань Брзезинский, старший научный сотрудник Трансатлантической инициативы по вопросам безопасности, Центра стратегии безопасности имени Скаукрофта, Атлантического совета Посол Николас Бернс, Ничелас Борнс, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Д.Р. Майкл Карпентер, Мичель Чарпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, отвечавший за Россию, Украину, Евразию, Балканы и контроль над обычными вооружениями Генерал, в отставке, Уэсли Кларк, Уэсли Кач Ларк, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Ларри Даймонд, Ларри Диамонд, старший научный сотрудник Института Гувера, старший научный сотрудник Центра демократии, развития и верховенства права при Институте международных исследований Фримана Спогли Посол Паула Добрянски, Пула Добрянски, бывший заместитель госсекретаря США Эрика Дельман, Ерича Дельман, советник Центра стратегических и бюджетных оценок, бывший заместитель министра обороны США Посол Даниэл Фрид, Даниэль Фрид, заслуженный член Атлантического совета, бывший помощник госсекретаря по делам Европы, бывший посол США в Польше Мелинда Харинг, Мелинда Ринг, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета, старший научный сотрудник Института внешней политики Посол Джон Хербст, Йон Эрбст, директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США на Украине Глен Эховард, Глен Яуарт, президент фонда Джеймстауна Дональд Дженсен, Доналд Йенсен, главный редактор, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Адриан Каратницкий, Адриан Каратничкий, старший научный сотрудник Атлантического совета Джонатан Кац, Йонатан Кац, старший научный сотрудник Германского фонда Маршала, бывший заместитель помощника администратора по Европе и Евразии Агентства США по международному развитию Дэвид Крамер, Давид Йот Крамер, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Эдуард Лукас, Эдуард Лутас, старший вице-президент Центра анализа европейской политики Посол Майкл Макфол, Мичи Эль Мчфол, директор Института международных исследований имени Фримана Спогли, бывший посол США в России Посол Стивен Пайфер, Стивен Пифер, научный сотрудник Стэнфордского университета, бывший посол США на Украине Посол Роман Пападюк, Роман Пападюк, бывший посол США на Украине Марк Давид Симаковский, Марк Давид Симаковский, старший научный сотрудник Атлантического совета Джулиана Смит, Юлиани Смит, бывший заместитель советника по национальной безопасности вице-президента Джозефа Байдена, Яси Аббидин Строуп Толбот, Строби Тальбот, заслуженный член Брукинского института, бывший заместитель госсекретаря США Посол Уильям Б. Тейлор, Уильям Б. Тайлор, бывший посол США на Украине Посол Александр Вержбоу, Александр Вержбоу, заслуженный член Трансатлантической инициативы по вопросам безопасности Центра стратегии безопасности имени Ска Укрофта, Атлантического совета, бывший посол США в России и НАТО, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Посол Мэри Иванович, Мэри Иванович, бывший посол США на Украине Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...